Первый турнир, в котором участвовали юноши, это традиционный, уже 11-й по счету, международный турнир «Белая Русь». Его ежегодно принимает Гомель и можно сказать, что это перенство по своему уровню ничуть не уступает юношескому чемпионату Европы, а то и мира. В турнире «Белая Русь» приняли участие команды из Украины, России. Очень много команд прибыло из Республики Беларусь. Довольно-таки хороший уровень турнир получился. Наши спортсмены проявили себя, может быть, не на 100%, но я доволен тем, что Крещун Владимир занял третье место в своей категории – 70 кг. Упир Влад, Черич Влад тоже заняли третье место в своих весовых категориях. Второе состязание, где отличились мазыряне, проходило в Звенигороде. И называлось оно 14-й кубок Вооруженных сил Российской Федерации, посвященный воинам, погибшим в Афганистане и Чечне. Кубок Вооруженных сил Российской Федерации собрал сборные команды военных округов России. Также принимали участие команды ФСБ России, МВД России, МЧС России. То есть, довольно-таки представительный турнир был. Двоякое впечатление оставило результат турнира. У нас Заболоцкий Константин боролся за тройку, занял, к сожалению, четвертое место. Щербин Евгений по жеребьевке попал на пятикратного чемпиона России. За выход в полуфинал тоже боролся, но, к сожалению, проиграл. Ну, в основном, основная причина – это отсутствие стартов и нехватка опыта соревновательного. Подготовки и участие в обоих турнирах потребовали немалых затрат. И счастье, что есть люди, которые помогли нашим спортсменам, а значит, поспособствовали развитию мозырского рукопашного боя. Хочется от своего лица, от лица спортсменов, поблагодарить руководство мозырского нефтеперебраточного завода за оказанную помощь в выезде спортсменам в соревнования. Благодаря их поддержке мы смогли принять участие в этих турнирах и показать достойный результат. Следующий турнир, где мы увидим наших мастеров – это чемпионат Беларуси. Пройдет он в начале декабря в Минске и есть надежда, что в так называемых средних весах подопечный Александр Александрович Агаруха займут места на педестале почета и, быть может, даже поднимутся на его высшую ступень. Продолжение следует...